Всем добрый вечер и добро пожаловать на трансляцию, мы уже в прямом эфире, на часах у нас 20.00 московского времени и будем начинать. Я вижу, что люди у нас еще подтягиваются, приходят, но семеро одного не ждут, поэтому начнем. Значит, сразу давайте проверим звук, если вы меня слышите и слышите хорошо, то поставьте в чат плюсик, все должно быть хорошо, поэтому я буду сразу начинать. Всех еще раз приветствую. У нас сегодня по формату мероприятия, как мы будем работать, у нас запланирован такой очень интенсивный и насыщенный вебинар, интенсивная трансляция. Значит, мы проведем ее кратко, сжато, но насыщенно. Во многом потому, что начинаем сегодня в 20.00 в Москве, ну и во многом еще потому, что не хотим лить какую-то воду и так далее. Сегодня тема будет очень интересная. Наш приглашенный гость, трейдер Дмитрий Слепцов, о котором вы уже, возможно, слышали из наших рассылок, кто-то был на прошлых трансляциях, он расскажет о том, как проходит его типичный торговый день. Расскажет просто, как он работает. Я думаю, это, наверное, многим интересно, посмотреть, подглядеть за тем, как человек ведет дела. Вот сегодня об этом будет разговор и плюс мы рассмотрим сегодня в прямом эфире недавние события на рынке нефти, какие возможности для заработка она дает. В общем-то всем, в том числе начинающим трейдерам, тем, кто понимает, как идут вообще дела на бирже и так далее. Все это будет очень интересно как профессионалам, так и новичкам. Поэтому еще раз повторюсь, сейчас будет основная часть, далее будет небольшая презентация проекта. Кто-то о нем уже слышал, кто-то нет, но кто нет, то для вас это будет открытием, сюрпризом неким. И после этого мы ответим на все ваши вопросы, ну и на этом потом закончим. Так, я вижу ваши плюсики, значит, все хорошо, все, значит, не будем больше тратить времени. Всем желаю продуктивного вечера и передаю микрофон Дмитрию. Так, коллеги, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Слепцов, с кем-то я уже успел познакомиться, с кем-то нет. Сейчас познакомимся. И мы вот как раз с Михаилом запланировали такую, знаете, интенсивную встречу на тему того, как в принципе выглядит торговый день трейдера. Сегодня был очень интересный день, он продолжает быть интересным, в особенности, конечно, нефть всех удивила. И я вот хотел бы показать, как все это выглядит на практике с точки зрения реализации торгового плана. Прежде чем я покажу практические сделки, мы сначала разберем, ну, буквально несколько слов о теории, несколько слов о том, как вообще это делается. Торговый план составляется в моем случае. Кто был на нашем прошлом вебинаре о трейдинге откровенно, тот уже это все слышал, ну, по крайней мере, основной концепт понял. Сейчас же мы еще раз вот эту самую базу, которая позволит нам на практике реализовывать непосредственно вот наш трейдинг. Так, ну что ж, что хотелось бы отметить. Мы, когда торгуем, нам обязательно нужно иметь некий, ну, давайте так скажем, глобальный план, по которому мы будем реализовывать наши сделки. Первый пункт в этом плане, как вы помните, это мы выбираем те инструменты, которыми будем работать. То есть, первое, это у нас всегда финансовые инструменты. Так, сейчас тут немножечко у нас. Сейчас, коллеги, я тут поправлю. То мне не очень видно. Значит, первое, мы выбираем финансовые инструменты, то есть мы смотрим, что конкретно мы будем торговать. Мы разбираем срочный рынок, и сейчас мы будем смотреть фьючерсы. Далее, когда мы с этим определились, у нас есть определенная какая-то стратегия, по которой мы работаем. И эту стратегию мы изначально для себя разработали, что немаловажно проверили, об этом мы как раз вот очень подробно говорили на том вот вебинаре, то есть обязательно стратегия проверяется. И если она положительную статистику нам дает в целом, то мы ее запускаем. Так вот, у нас есть финансовые инструменты в рамках этой стратегии. У нас есть обязательно, каким образом мы определяем тренд, то есть это у нас критически важный пункт. Тренд определяет направление входа, то есть я буду вставать в лонг или в шорт. Я буду, так скажем, стратегически всю свою сессию, сегодняшнюю или на неделю, неважно, я буду строить ее в лонге или в шорте. Соответственно, дальше мы с вами сказали, что когда мы определяем тренд, у нас есть точка входа, то есть вот здесь обязательно следующим пунктом мы говорим о том, каким конкретно образом мы будем входить в рынок по этому тренду. То есть если тренд восходящий, то мы должны найти конкретную точку входа в лонг. Если тренд нисходящий, то конкретную точку входа в шорт. Дальше, когда мы зашли по тренду, мы должны определить, где мы выходим. То есть должна быть точка выхода. Точка выхода. Где мы будем закрывать прибыльную позицию, где мы будем закрывать убыточную позицию. То есть мы должны четко это все в стратегии прописать. И следующий пункт, пятый, это риск менеджмент. Давайте напишем размер позиции. Размер позиции. То есть это то, каким образом мы будем с вами совершать, ну вернее, каким размером мы будем открывать нашу сделку. Так, значит, это вот наш такой основной план. Дальше уже в рамках вот этого концепта мы делаем конкретные шаги на рынке. Сейчас я буду транслировать экранчик, ну периодически переключаться, и мы будем смотреть, что происходит. Если вдруг что-то не работает, там будет как-то не показывать, то Михаил мне сообщит об этом, я рассчитываю на это, и мы тогда подправим технику. Значит, вот мы определили, что торговать, в каком направлении торговать, точка входа, точка выхода, размер позиции. Да, у нас еще на прошлом вот вебинаре был такой своеобразный бонус. Это файл калькулятор, риск калькулятор. Сейчас я посмотрю. Да, он у нас еще пока в доступе. Ну, я тоже вам ссылочку скину, если вам будет нужен этот файлик. Очень помогает рассчитывать размер позиции. Так, сейчас. Теперь я буду транслировать экран. Так, сейчас мы все технически тут освоим, чтобы оно функционировало как надо. А, вот, показать экран, точно. Так, вот сейчас вы должны видеть экран. Если вдруг там что-то не работает, то подскажете. Итак, значит, у нас... Так, сейчас. Вот сейчас должно отображаться. У нас, ну, естественно, торговое место, торговый терминал КВИК. И мы здесь видим все, что происходит с нашими ценами на фьючерсы. И отслеживаем ситуацию. Так, сейчас, коллеги, одну секундочку. Мне нужно тут еще... Так, сейчас как тут все это у нас работает. Сейчас, программку мне надо одну запустить, чтобы я мог тут вам нормально показать. Сейчас. Ага, все вроде. Так, есть. Итак, вот у нас есть определенные фьючерсы, то есть инструменты, которые мне интересны. Это вот у нас табличка. Сейчас, по идее, если я вот что-то буду обрисовывать, там, отрисовывать, вы должны видеть. Сейчас я там на экране рисую. Значит, есть фьючерсы. Меня интересуют фьючерсы на индекс РТС, нефть, золото, доллар-рубль, евро-доллар, фунт-доллар, иена и Сбербанк. Ну, такой вот списочек. Но это, как бы, знаете, такой общий список. То есть, говоря об инструментах, мы понимаем, что их потенциально в списке может быть больше, чем вы торгуете. Потому что, например, вот сегодня я фокусировался на трех инструментах. Сейчас я тоже их вот здесь распишу. То есть, в первом пункте финансовые инструменты мы выбираем, что мы будем торговать. Ну, вот сегодня у нас, к примеру, это были... Это была нефть, это было золото, это был доллар-рубль. То есть, тоже у нас есть определенные ограничения. То есть, если у нас 8 инструментов в списке, это не значит, что мы будем по всем 8 инструментам торговать. Далее. Так, сейчас переключимся на экран. Далее. Вот что у нас происходило по этим инструментам. Ну, для начала покажу доллар-рубль. Пойдем от нейтральной сделки к отрицательной и положительной. То есть, есть определенная стратегия, есть критерии тренда. Вот, например... Вот сейчас, по идее, вы должны видеть увеличенный экран. Вот, к примеру, сегодня утром доллар-рубль у нас открывается серьезным вот таким падением. И он задает критерий нисходящего тренда. То есть, он пробивает вот эту нижнюю границу канала, которая вот здесь отрисована. И в 11 часов, ну, в смысле, свечка с 10 до 11, это очень активная свечка. И получается, что на ней всегда очень сложно зайти. То есть, по крайней мере, сложно зайти вот непосредственно по тем ценам, которые были в начале. Но кто торгует, это прекрасно знает. И уже, соответственно, приходится заходить в рынок позже. Квадратика, соответственно, сделочка. Это сделка в шорт. То есть, что конкретно происходит в данном случае? Если вот мы говорим по нашей схеме, то у нас срабатывает критерий тренда. То есть, происходит начало нисходящего тренда. Начинается нисходящий тренд. И в данном случае критерий тренда совпадает с критерием точки входа. То есть, в этот же момент, когда срабатывает этот тренд вниз, мы встаем в шорт. После чего, вот немного движение развивается в нашу сторону. То есть, доллар-рубль продолжает падение. Все нормально. И, естественно, когда он это делает, мы еще не знаем, как он себя поведет дальше. То есть, мы тоже об этом говорили. У нас же нет хрустального шара, мы не видим будущего. Поэтому приходится подтягивать стоп-лосс. То есть, изначально есть стоп-лосс, он прячется за максимум. Потом он поддвигается. И когда вот уже цена проходит некое расстояние в нашу сторону, тоже это все устанавливается стратегией, мы переставляем стоп-лосс в безубыток. То есть, на тот уровень, где была осуществлена точка входа. И вот здесь, видите, к сожалению, получилось так, что доллар-рубль пошел наверх, он развернулся, и вот тут зеленый тоже треугольничек, это вот сделка противоположная. То есть, происходит закрытие по безубытку этого фьючерсного контракта. То есть, получается, что да, доллар-рубль дал нам критерий нисходящего тренда, но, к сожалению, он не обвалился сильно вниз, он чуть-чуть постоял. Ну, конечно, он какую-то прибыль там давал, но в итоге закрылся по безубытку. Но обратите внимание, например, вот на это движение, которое было до этого. Вот здесь он очень хорошо пошел наверх, то есть, точно так же он только уже в восходящем тренде двигался, и это было аж вот какое движение. А вот здесь получилось так, что он буквально там символически вот так вот обвалился, отскакивает. То есть, соответственно, приходится выходить, ну, тут, как говорится, ничего не попишешь, что делать, рынок есть рынок. Это у нас была продажа по 57,844, и выход потом вот по 57,845, то есть он еще, как говорится, на рубль даже хуже был продан, чем куплен. Ну, то есть, когда безубыток ставишь, там бывает цена проскальзывает, и поэтому чуть-чуть хуже выходишь. Соответственно, это у нас вот доллар-рубль. Далее нефть. Нефть вела себя достаточно хорошо все это время. Сейчас я посмотрю, у меня здесь, да, открыт дневник, сделок я веду, дневничок, тоже небольшой экскурс в нефть, по именно хорошим сделкам, которые по тренду были, то есть вот там начало недели предыдущей, то есть не та, которая была, а предпредыдущей даже, были вот коротенькие здесь маленькие сделочки, но в целом нефть пошла в восходящий тренд, то есть была вот такая сделка, где вот по 50,99 был вход, пошел мощный тренд, потом, после, а так, это золото у нас, так, сейчас, снова золото, нефть, так, это мы уже все разбирали, вот дальше снова нефть, после того, как она нарисовала вот этот восходящий тренд, она продолжала двигаться в восходящем направлении, вот здесь тоже очень сильно развивала это движение, и в принципе вот этот восходящий тренд все это время сохранялся, вот, например, на прошлой неделе как раз была вот такая сделочка, то есть движение было вот в таком ключе, что вот тоже была покупка, и вот было движение наверх, правда, потом тоже резкий откат, но все-таки тренд сохранялся, и вот здесь тоже, когда свою коррекцию, после этого снова пошло движение наверх, и вот еще один восходящий кусок был взят по тренду, то есть это я просто такой, тут особо не вникайте, это просто история по нефти, и вот в моменте получается так, что нефть движется очень хорошо наверх, ну вот я могу даже как сделать, кстати, вот, давайте вот так просто экран сузим, вот, здесь станет видно, то есть обратите внимание, что нефтяные котировки просто вот колом растут, там вот с 50,5, вот уже до 56, очень такое хорошее восходящее движение, и в принципе мы, так скажем, видя восходящий тренд, рассчитываем на продолжение восходящего движения, то есть когда тренд идет, мы рассчитываем, что он будет продолжаться, и вот здесь сегодня происходит самая настоящая лихорадка, то есть в начале сессии, вот тут, вот в лонг, по 56,06, а потом вот тут же колом нефть обваливается, и вот здесь осуществляется продажа, то есть это выход по стоп-лоссу, фактически что получается, вот по доллару рублю у нас минус рубль на контракт, ну, нулевая сделка, дальше вот здесь 56,06, получается, что мы 6 вот заходим, но срабатывает стоп-лосс, это вот 55,76, соответственно, это 30 центов, но в этом контракте 10 баррелей, то есть, соответственно, это 3 доллара на один контракт, если вы купили один, ну, один контракт, да, то это будет 3 доллара, если 2 контракта, то это будет 6 долларов, там 10 контрактов, это будет 30 долларов и так далее, то есть, естественно, убыток будет пропорционален вашему размеру позиции. Вот смотрите, что получается, получается, что здесь мы эти 30 центов, ну а в итоге 3 доллара против себя ловим, то есть получается, что мы теряем на нефти, но после этого смотрите, что она паршивка делает, она вот здесь снова корректируется, но после этого хватает, то есть у нее идет снова резкий подъем, и она вот здесь хватает сигнала, чтобы заявку на вход, и сейчас снова открывается позиция на лонг, то есть опять мы в этом лонге, понимаете, что получается. То есть фактически кто-то скажет, ну а что, мы же могли просто переждать, например, этот кусок, но на самом деле мы, конечно, могли, но кто его знает, может быть она отсюда обвалилась бы колом вниз, поэтому ждать убытки против себя мы не можем. И как следствие получается такая вот ситуация, что мы от нефти избавились вот здесь, причем зафиксировали убыток 3 доллара, ну на контракт, да, то есть размер позиции я сейчас покажу, как я считаю, ну вот если брать именно в самом инструменте, да, то есть вот один фьючерс – это 10 баррелей. Соответственно, вот здесь у нас происходит новая покупка, и сейчас я снова в лонге по нефти. Эта сделка чем закончится пока непонятно, потому что она, по сути, висит в воздухе, и кто ее знает, что здесь нам еще рынок отрисует. У нее явно начинаются некие, пока вот видите, переход из восходящего в боковой тренд. Я хотел сегодня рассказать некоторые перспективы про нефть, но она именно сегодня начала портить картину, то есть она сейчас из восходящего тренда заходит в боковой, и уже, по сути, заходит в такую неопределенность, когда по ней сейчас очень сложно говорить как раз о конкретном тренде. То есть я, когда вот мы готовили, как раз Михаил рассчитывал, что, в принципе, она сохранит тренд, и мы сможем по этому тренду дальше прокатиться, а она вот сейчас нас может продинамить. Но тут такая непонятно. Это, в общем, нефть получается, она дает нам 3 доллара убытка на контракт, и рубль, доллар-рубль вот у нас в нуле. И, конечно, сегодня такой у нас гвоздь недели, что называется, это золото. Золото сегодня просто вообще идеальную картину нарисовало. Вот смотрите, вот у нас голда, значит, вот она, прекрасная-прекрасная картина. Вот все то же самое, то есть где у нас покупка золота, вот, 58 покупков в 10 утра. То есть буквально на открытии рынка, вот тоже, рынок открывается вот здесь, здесь идет белая свечка, он создает критерий восходящего тренда, то есть он пробивает вот эту верхнюю границу, вот здесь осуществляется вход, и вот видите, он немножко топчется вот здесь, буквально чуть-чуть идет вниз, а потом улетает колом наверх. То есть вот эти три огромные свечки фактически делают нам погоду. То есть получается, что вот раз свечка, два свечка, три свечка, и он, золото, вернее, этот контракт улетает, ну, максимум у него был 12,77, сейчас пока 12,73. То есть получается, что здесь у нас покупка осуществляется по 12,68. Вот получается 12,68, а, ну, не с этим корректно, вот сейчас текущая цена 12,73 минус 12,68, 13 долларов. То есть получается, что мы в нефти, вернее, в золоте один, ну, то есть одна унция в контракте, то есть здесь вот 13 долларов на контракт получается прибыль. То есть вот эта типичная ситуация, что у нас получилось? У нас получилось, что вот нефть нам дала убыток 3 доллара, доллар-рубль нам дал 0, потому что мы успели переставить сто в безубыток, а золото нам дает 13 долларов на контракт, потому что пошел вот такой огромный тренд. Ну, это реально хороший тренд, то есть фактически вот, получается, мы его здесь купили, сейчас пока сделка не закрыта. Вот эта красная линия – это стоп-лосс без убыток. Ну, естественно, сейчас мы закончим семинар, я посмотрю, куда его пододвинуть. Но, в принципе, вот в моменте сейчас уже вот та прибыль, которая получена, это 13 долларов, то есть мы перекрываем, естественно, убыток по непосредственно нефти, и у нас 10 долларов на контракт прибыль. То есть я сейчас именно говорю не в рублях, все обычно любят верить в рублях, в автомобилях и так далее, но как бы сейчас нам важно именно понять объективно, то есть в валюте цены, то есть у нас вот движение прошло по контракту, это плюс 13 долларов, соответственно, мы перекрываем полностью этот убыток. Так вот это, можно сказать, своего рода типичный торговый день. Это что? Типичный торговый день. То есть получается, что мы по одному контракту в нуле, по другому контракту в минусе, ну, небольшом, но минусе – 3 доллара. По третьему контракту мы в плюсе на 10 долларов, ну, вернее, на 13 долларов, и мы перекрываем у нас результат дня 10 долларов на контракт. То есть получается, что мы идем вот по этому пункту, мы выбираем финансовые инструменты, чем торговать, фокусируемся на них. Есть критерии тренда, есть конкретные условия, которые выполняются, есть точка входа, где зашли, есть точка входа, где выйдем. Я думаю, вы обратили внимание, что очень жестко стоп-лосса ставится, это обязательно правило по контролю риска. То есть мы не можем себе позволить потерять много, поэтому мы просто обязаны ставить стоп-лоссы очень короткие и быстро их перемещать. Первая цель – сохранить капитал. И уже когда идет тренд, вот как сейчас пошел по золоту, мы получаем прибыль, которая перекрывает небольшие убытки по другим инструментам и дает прибыль. Если бы золото не пошло, ну, было бы, например, в нуле или по стоп-лоссу, у нас за день был бы небольшой убыток. Если бы 0 по доллару-рублю, да, там, пусть и минус 3 доллара, и по золоту, может, минус 2 доллара, да, был бы какой-то убыток. Но поскольку золото пошло, оно компенсировало те убытки по нефти, и мы имеем этот плюс. Поэтому сегодня у нас таким вот, ну, так скажем, лидером является золото реально. Ну, еще можно подержать, потому что пока тренд восходящий, и если, например, она и завтра что-нибудь подобное нарисует, то можно вообще этой сделкой перекрыть даже, ну, некоторые будущие убыточные сделки, которые там будут. Допустим, если она завтра еще поднимется на 13 долларов, и если по нему взять 26 долларов на контракт, 8 там контрактов, 10 контрактов в позиции, то, соответственно, вы уже будете чувствовать себя, ну, более-менее, так скажем, психологически комфортно. Так, ну, с этим разобрались, и еще сейчас покажу тогда то, что я хотел показать по размеру позиции, то, что мы с вами говорили, то есть каким образом мы считаем размер позиции. Ну, вот, допустим, давайте вот сейчас, к примеру, ну, вот, допустим, мы хотим совершить сделку по нефти. Это вот, а, хотя нет, вот доллар-рубль, вот у нас доллар-рубль как раз свободный. Вот давайте представим. Вот, допустим, мы с вами хотим встать в позицию по этой валюте, ну, то есть по этому фьючерсу. То есть сейчас я его вам открою, покажу. Так, сейчас файлик откроем. Транслировать. Так, вот у нас есть риск-калькулятор, и мы, соответственно, рассчитываем риск-менеджмент. Вот у нас все есть, точка входа, там, тренд, это все понятно. Давайте представим, что мы, допустим, решили купить доллар-рубль, пока вот, ну, не принципиально, там, по нашей торговой стратегии, какая она, да, вот мы, к примеру, решим ли купить. И мы хотим купить по 57,949, то есть у нас эти значения уже имеются. Вот у нас есть такой риск-калькулятор, то есть мы вбиваем капитал, соответственно, мы, естественно, знаем свое состояние счета. В данном случае, вот у меня отображается, ну, кто фьючерсами работает, тот знает, вот в ограничениях по клиентским счетам лимит открытых позиций 324 113 рублей. Соответственно, мы должны рассчитать риск от этого значения. И мы вбиваем это значение вот сюда, ну, допустим, 324 тысячи, и мы определяем риск на сделку, то есть мы знаем, что, допустим, я вот готов рискнуть полпроцента своего капитала, то есть если сработает стоп, я не готов потерять больше, чем полпроцента своего капитала, это 1620 рублей в одной сделке. И, естественно, я знаю точку входа, то есть мы сказали, что вот по 57945, вот здесь 57945 я вобью вход, и дальше я должен знать свой стоп-лосс, это тоже по стратегии. Ну, допустим, я в данном случае ставлю стоп-лосс по нижней границе канала, под вот этот минимум, то есть 57650. Получается, что размер стоп-лосс у меня 295 рублей, следовательно, чтобы вписаться мне в 1620 рублей потенциального убытка, то есть полпроцента, я могу купить 5 контрактов по доллар-рублю. Соответственно, все то же самое с остальными контрактами. Вот когда мы готовим сделку, вот, например, у нас нефть, да, вот готовится сделка, ну, вот как вот здесь, допустим, было, да, то есть у нас вот 56.06 точка входа, то есть мы понимаем, что у нас, вернее, состояние, вот уровень входа 56.06. Далее стоп-лосс мы знаем. К примеру, мы ставим его под, ну, в данном случае под предыдущий минимум, там была лихорадка, ниже ставить нельзя. Допустим, 55.74, 55.74, мы его вбиваем вот сюда, 55.74. У нас размер стопа 32 цента. Исходя из курса доллара, ну, все здесь пересчитывается, размер... Мы с вами говорили про наш, ну, вот, убыток, помните, у нас было 3 доллара, то есть реально это не 3 доллара будет, а 8 контрактов на 3 доллара, то есть это будет 24 доллара реальный убыток. Вот, а то же самое с золотом, да, вот у нас, соответственно, получается вход 1260.8, это вот на золото 1260.8. Это вот свечка на открытие, то есть вот у нас открывается, стоп тоже под нее прячется 12.58.5, то есть это вот у нас получается 12.58.5, здесь размер стопа у нас 2 доллара 30 центов, и размер позиции, исходя из этого риска на сделку полпроцента, составляет 12 контрактов. То есть, соответственно, 13 долларов, которые мы... О, смотрите, она, видите, она даже шевелится, она... Она не успокоилась, золото, видите, она вот... Прямо сейчас мы пока говорим, она даже шевелится, наверное, вот так будет лучше видно. То есть вот восходящие тоже белые свечки, и такое очень мощное движение идет. Соответственно, вот сейчас, например, 12.75.9, ну, соответственно, мы каким образом считаем, вот у нас точка 12.75, давайте и 5, например, да, минус 12.68, 14.7 доллара на 12 контрактов. То есть у вас получается реальное уже движение в деньгах 176 долларов. Но это уже исходя из вот этого риск-менеджмента, то есть кто-то там, я не знаю, готов рискнуть одним процентом капитала, когда у вас будет 24 контракта, кто-то там готов рискнуть двумя процентами капитала, это будет 49 контрактов, то есть тут уже будет индивидуальный риск-менеджмент. Вот полпроцента я беру, поэтому, ну, я так сказать, консервативных методов, мне вот этот фанатизм не нужен, там, чтобы, знаете, биржа – это штука такая, здесь если не соблюдать риск-менеджмент, можно остаться без штанов. Ну вот, поэтому, соответственно, вот таким образом мы с вами торгуем. То есть получается, что есть, еще раз, подытожим, да, то есть я на этом, в принципе, заканчиваю, если какие-то есть вопросы, сейчас Михаил, можно попросить вас озвучить их, вот, а то я когда чат включаю, у меня параллельный звук идет. Вот, но я сейчас тоже посмотрю, там, отключу технически. Значит, подытожить, да, что, как вот мы работаем, обязательно есть схема, по которой мы наш трейдинг реализуем, финансовые инструменты, тренд, точка входа, точка выхода, размер позиции. Дальше мы просто воплощаем нашу стратегию на практике. Здесь очень важно, конечно, дисциплину соблюдать, то есть чтобы мы то, что прописано в плане, то и делали, чтобы не было самодеятельности, не было, не дай бог, азарта, не было каких-то психологических, знаете, ну, как, таких вот соблазнов, там, побольше войти, там, риск-менеджер вам говорит 12 контрактов, а вы, давайте-ка я 50 контрактов зайду, а потом она вас стопит, вы теряете и начинаете разводить руками. То есть очень важно соблюдать стратегию. И подытожу, что типичный торговый день, один инструмент доллар-рубль может дать ноль, второй там нефть дает убыток, третий инструмент золото дает тренд, дает прибыль текущего дня. Ну, и, естественно, если дальше тренд продолжится, мы можем, по-моему, если золото пойдет, эта сделка может держаться вплоть даже, там, неделю и дольше, если тренд пойдет, и она вообще может стать, там, сделкой месяца, к примеру. То есть сейчас, если она дает 15 долларов, если он, там, завтра-послезавтра продолжит тренд, на ней можно взять и, там, 30, и, может быть, там, 40 долларов, если, конечно, будет тренд. И поэтому, когда мы вошли в рынок, важно поддержать эту сделочку, чтобы получить, сразу, там, чуть-чуть взял, там, кот наплакал и радуешься, а там после этого идет тренд. Ну что ж, коллеги, вот такая схема. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Михаил сейчас немножко расскажет о нашем проекте, который мы решили попробовать в том плане, что по тому, как это все формализовать в виде такой вот обучающей программы. Ну и, соответственно, об этой программе сейчас Михаил вам расскажет. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну а так, в целом, я рассказал то, что сегодня планировал вам рассказать. Все, я сейчас микрофон выключаю. Михаил, жду там каких-то инструкций, указаний, как мы сейчас дальше делаем. Да, Дмитрий, спасибо большое. Значит, да, действительно, пишите какие-то свои вопросы, если они у вас есть, может быть, по сказанному материалу, может быть, по работе, о которой рассказал сегодня Дмитрий. Вот пока вы пишите, мы хотим дать вам побольше времени написать свои вопросы, потом разом мы их ответим. Пока вы пишите, мы вам расскажем о большой коучинговой программе, мы даже не называем это тренингом, по сути, действительно, коучинговая программа в такой небольшой закрытой группе. которую мы подготовили для вас, ну и, собственно, для всех тех, кто будет желать участвовать. Значит, у вас сейчас под видео появится ссылка, можете переходить вместе со мной посмотреть. У нас программа наша называется «Высокодоходный форц с нуля». Мы будем вести работу на российском рынке фьючерсов. Начнем с нуля, с главного, с понимания механизмов работы на рынке. Разберем, и каждый из вас получит одну базовую стратегию, работающую торговую, вы можете ей пользоваться. И самое главное, мы будем работать над тем, чтобы каждый из вас, под руководством Дмитрия, разработал свою собственную торговую стратегию. У нас в прошлый раз была трансляция, сейчас точно не скажу, когда именно, по-моему, неделю или две назад, мы как раз очень много об этом говорили. Говорили о том, что самая лучшая торговая стратегия – это та, которую вы разработаете под себя. Но, к сожалению, не каждый может это все самостоятельно понять, осмыслить и разработать так, чтобы это работало и на долгие годы. Но стратегию можно разработать только от практики. То есть важно начать работать, в принципе, хотя бы по таким правилам, которые не дадут вам слиться. и на основании этого, улучшая свою торговлю день ото дня, вырабатывать свою собственную торговую стратегию. Именно этим и мы будем заниматься в поучинговой группе. Обычно это очень сложный этап, который самостоятельно пройти удается немногим, потому что много нужно всего осмыслить, понять, контролировать себя и так далее. Вам будет в группе проще. Значит, кратко скажу, что для тех, кому интересно, что будет у нас в программе, здесь есть сразу шапка сайта, чуть ниже, есть небольшое видео на 5 минут, посмотрите его, там Дмитрий рассказывает о программе. Я сейчас не буду останавливаться подробно на сайте, вы можете здесь самостоятельно все почитать, посмотреть, посмотреть выписки со счетов, результаты торговли, отзывы тех людей, которые уже прошли эту программу и так далее. Я ставлюсь на программе. То есть кратко. Когда мы начинаем, что будет и тому подобное. Мы начинаем с 17 апреля 2017 года. Будем вести занятия по будням, 19.00 по московскому времени, либо время каких-то отдельных занятий может меняться, но не более чем плюс-минус на час, в зависимости от разных каких-то обстоятельств. Записи всех занятий будут предоставляться в обязательном порядке абсолютно всем. И тренинг у нас будет состоять из нескольких модулей. Всего он разделен на две части. Первый шаг – это две недели занятий, в котором будет шесть модулей. Это подготовка трейдера, что такое рынки фьючерсные, как они работают, какие есть инструменты, что такое, даже с банального, что такое стоп-лоссы, тейк-профиты и прочие-прочие-прочие виды ордеров. Это все вы будете знать, если вы это не знаете. Если вы это уже знаете, то будет много чего другого интересного. Тонкости работы в торговом терминале, методы анализа поведения цены в четвертом модуле. Посвятим этому несколько занятий. Одна из самых важных тем будет теоретической части. В пятом модуле разберем торговую стратегию. Это уже будет вторая неделя занятий. И коснемся психологии трейдинга, но не в попсовом ее понимании. Не будем толдычить о том, что важно соблюдать риск-менеджмент, важно себя контролировать и так далее. Нет, мы коснемся более глубинных проблем. На который многие люди ответа обычно не находят. Но с помощью Дмитрия, с помощью группы мы все это с вами преодолеем. Так что новичкам прошу не бояться. Страшно не будет. Второй шаг, самый главный, это как раз-таки практическая работа в общей группе. Это то, о чем я говорил. То есть работа над тем, чтобы сформировать свою собственную торговую стратегию. Значит, общение в группе будет безлимитно. У нас будет формат и форума, и личных сообщений, и разбор сделок, и со всеми трудностями, которые у вас будут, вы сможете приходить к Дмитрию. У нас будет разбор сделок, обратная связь. У нас будет общение между другими участниками группы. И вы будете получать доступ по всем обновлениям обучающей программы в будущем бесплатно в течение всего срока нахождения в коучинг-группе. Значит, в течение также этой коучинговой группы мы периодически будем собирать общие занятия. Так, ну, подробные содержания, опять же, можете посмотреть на сайте. Ссылка под видео у вас есть. Переходите и смотрите. Я сейчас обещал вам кратко, поэтому пройдусь кратко. Как попасть? Какие подробности? Сколько мест и так далее? Значит, поскольку коучинговая группа закрыта, это мероприятие, мы действительно набираем небольшое количество людей. У нас всего 50 мест, большая часть уже занята или забронирована. Вот на данный момент счетчик показывает, что у нас осталось всего 8 мест. Поэтому, таким образом, если вам это действительно интересно, либо, если вы еще не приняли решение, но все-таки хотите узнать больше информации, на сайте заполняйте форму. Вот здесь раздел «Записаться на обучение» внизу. Вводите свое имя, фамилию, номер телефона и e-mail. Нажимаете «Регистрация на курс». После этого, спустя некоторое время, мы с вами свяжемся, расскажем все подробности, какие есть версии участия, сроки, цены и так далее. Последние 8 мест у нас также, вот как первые места были со скидкой, так и последние места у нас тоже со скидкой. Размер ее 50% и более. Но это наш традиционный подарок, тем, кто приходит первый, записывается, и те, кто старается успеть последнего года. Поэтому обо всем этом вам расскажут уже, когда с вами свяжутся. Для тех, кто боится, что мы будем названивать там или что-то такое, нет. Мы не занимаемся никаким вот этим вот телефонным терроризмом, так называемым, не спамим своих клиентов. Значит, если вы откажетесь и так далее, никаких проблем, вас беспокоить не будут. Если согласитесь, окей, значит, вас запишут в коучинговую группу и проинструктируют, как в нее можно попасть, где будут проходить занятия и все проще. Поэтому никаких проблем. Мы работаем на доверительных отношениях со своими клиентами и не стремимся им что-то прям насильно продать. Если вам это нужно, милости просим, мы вас ждем. Если нет, ну, мы не будем вам ничего навязывать. Это правда. Вот, собственно, то, что мы хотели сегодня рассказать. Теперь по нашим вопросам, которые есть. Значит, сейчас будем... Я, наверное, буду зачитывать, чтобы было проще. Значит, давайте пойдем с конца, что у нас тут есть. Виктор спрашивает, Дмитрий, вы торгуете только на часовом таймфрейме, а заходите на каком-то другом таймфрейме или нет? Значит, идея такая, что... Так, сейчас, одну секунду. По поводу таймфрейма. Основной таймфрейм – это часовой. То есть это то, где реализуется точка входа. И, в принципе, я могу на нем и смотреть тренд. Просто в силу того, что я, так скажем, знаю свою стратегию. Но с дневного может смотреться тренд большего масштаба. Но все-таки вот если говорить об основном таймфрейме, то да, в настоящий момент это часовой график. И дополнительный вопрос тоже от Виктора. Хотелось бы узнать, как вы анализируете инструменты перед торговлей на каком таймфрейме? Так, сейчас, секундочку. Все, понял. Значит, идея такая, что вот самое главное – это то, что есть стратегия. Определенный просто план. Ну, как кто-то называет стратегией, кто-то торговый план. И дальше просто смотришь. Я вот смотрю. Данный финансовый инструмент, где находится, ну так, давайте скажем, к опорным точкам стратегии. То есть я, открыв график, уже вижу, где он у тренда, то есть у потенциального начала тренда. Он в коррекции после начала тренда. Или он подходит, например, к противоположному тренду, то есть он шел в восходящем направлении, а теперь имеет тенденцию переключиться на нисходящий. То есть просто вся фишка в том, что если у вас есть, ну, скажем так, стратегии или какие-то правила, которых вы придерживаетесь, которые вы проверили, которые рабочие, то вам будет очень быстро и понятно, то есть очень быстро вы сможете понимать, где сейчас инструмент. И если он не соответствует тем критериям, которые вам нужны, ну, например, вы ждете тренд, а он топчется в боковике, то вы просто его отметаете. То есть тут нет такого, что мы долгим инструмент, пока в него не получится зайти с прибылью и так далее. То есть показывает точку входа по стратегии, либо не показывает. Соответственно, таким образом он выбирается. Опять-таки по таймфрейму это часовой таймфрейм, то есть основной анализ на часовом масштабе. Так, Юрий спрашивает, Дмитрий, можно ваш финансовый калькулятор? Ну, да, я думаю, Михаил, ссылочку просто кинем, да, сейчас в чат я скину. Да, конечно, я тоже думаю. Сейчас я разрешу. Так, сейчас, секунду, давайте, коллеги, да, я прям всем сразу скину. То есть это будет полезно тем, кто на фьючерсах работает, и кто пока еще каким-то своими методами не рассчитывает. Риск-менеджмент, так, сейчас вот ссылочку скопируем, и в чат я скину. Так, хоп. Угу. Так. Да, все, она в чате. Да, обратите внимание, ссылка на финансовый калькулятор, кому интересно, вот в чате самое верхнее сейчас сообщение. Ссылка на Яндекс.Диск. У вас в чате есть время. Так, смотрим дальше. Пишите ваши вопросы, если еще они есть, мы потихоньку подходим к концу списка. Значит, Михаил делится своим мнением золота, сейчас развернется, в третьей свечой четко упернулся канал. Повод зашортить. Ну, даже не знаю, как прокомментировать. Ну, да, это не вопрос, это скорее комментарий. Да, такое бывает. Ну, в данном случае я не буду пока ничего шортить, просто в силу того, что пока нет сигнала. Но если по вашей стратегии есть, то, конечно, нужно следовать стратегии. И бесспорно. Да, безусловно. Так, Вячеслав спрашивает, какую стратегию вы применяете, будете ли вы о ней рассказывать на курсе? Да, конечно, стратегию разберем. То есть мы будем действовать следующим образом. Я планирую дать некий костяк, то есть того, что уже можно применять, то, что уже работает. И, естественно, то, как этот костяк выстраивался, я тоже расскажу. То есть, условно говоря, есть скелет, ну, или как это там правильно, да, там, ну, вы поняли, то есть есть структура, которой нужно придерживаться. А есть уже конкретные кирпичики, вот то, что вы внутрь вставляете в эту структуру. Так вот, внутри структуры можно выстраивать все, что угодно, если вы это потом проверяете, и можете убедиться в том, что это рабочее. А вот структура сама, она неизмена. Поэтому, конечно, я расскажу и про стратегию, и про структуру. То есть мы как раз и планируем сделать так, чтобы у вас было что-то, что вы уже можете применять, если у вас еще нету, или если вы хотите иметь что-то вот такое, что работает. Но при этом вы сможете создавать и свои стратегии. То есть у нас вот задумка такая, чтобы можно было и использовать, и создавать. Так, ну, вопросов у нас пока больше нету. Вроде пока вопросов больше нет. Поэтому, значит, если на этом все, то будем на сегодня завершаться. Как мы обещали, у нас сегодня такой короткий экспресс-эфир. Основную суть, которую мы хотели дать, мы выдали. Значит, поэтому это наша не последняя, естественно, трансляция. Если, может быть, какие-то моменты у вас всплывут еще в процессе пересмотра этих занятий и что-то подобное, то мы с вами не прощаемся, и на следующих трансляциях сможем все эти моменты разобрать. Так, ну, Михаил Петрович, спасибо за файл. Вещь бесценная. Михаил, на здоровье, пользуйтесь. Будем только рады, если вам это пригодится. Все, тогда, значит, давайте на сегодня будем завершать нашу трансляцию. Спасибо всем большое за участие. Еще раз напоминаю про то, что наш коучинг начинается 17 апреля. Все подробности и ссылка на подробное-подробное описание на официальный сайт systemtrade.inpd.ru у вас есть под видео. Переходите, изучайте, и будем ждать вас 17 апреля. Вместе с нами мы начнем плотно работать, чтобы уже летом получить существенные и ощутимые финансовые результаты в своем кармане. Все, всем большое спасибо за участие и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok